Доброе утро, страна! С 27 по 29 сентября в Кишиневе проходит научно-практическая конференция «Современная психологическая практика». В связи с этим у нас сегодня в гостях психолог-консультант Елена Бычева, а также руководитель направления дополнительного профессионального образования МИГИП Татьяна Белкина. Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, о программе конференции. Собственно говоря, программа конференции скорее представляет собой такой фестивальный формат. Организаторами конференции являются вот наш институт, Московский институт гештальта и психодрамы, университет имени Крианга и департамент профессионального... Департамент образования молодежи. Да, Республики Молдова. И вопрос в том, что, с одной стороны, она изначально задумывалась как конференция для специалистов, с другой стороны, мы подумали о том, что много сейчас достаточно людей, которые вообще просто интересуются психологией для себя и для жизни. И мы придумали такой фестивальный формат. У нас будет на конференции полдня, каждый день, на представление мастерских по разным жизненным вопросам просто для людей. Да, скажите, для кого все-таки подойдет эта конференция? Кто может прийти и получить пользу от того, чтобы посетить эту конференцию? Значит, у нас, собственно говоря, мы рассматривали три категории людей. Первая – те, кто собирается вообще стать психологами, и точно для них будут там навыковые и профильные мастерские. Для работающих специалистов будут мастерские, где они могут обменяться опытом, какие-то вопросы свои обсудить. И будут мастерские просто для людей, которым не безразлично, как они живут, и которые хотят, ну там, не знаю, что-нибудь дополнительное узнать про свою жизнь. То есть, в принципе, два этих направления вы разделили, да? Да, мы разделили. У нас московские специалисты работают на профессиональную психологическую, скорее, там, публику, да, аудиторию. А молдавские наши специалисты, они больше представляют мастерских, там, по разным жизненным вопросам, семейным отношениям, воспитания детей и так далее. Татьяна, вот по поводу тем московских гостей в нашей стране, вот расскажите, какие определенные направления будут озвучены? Ну, будет много там всяких разных профессиональных вопросов, там, вопросы ответственности, супервизии в работе психолога. Это, в общем и целом, не очень интересно просто людям знать. С другой стороны, можно пройти посмотреть для того, чтобы понять вообще, как психолога себе выбирать. Это бывает очень полезно. А вот тут еще, будет вот у меня мастерская по, она будет, ну, скорее, для более расширенного круга профессионалов, в том числе, там, для специалистов по грудному вскармливанию, для врачей-педиатров и для врачей-акушеров-гинекологов. Вообще, для тех, кто работает с маленькими очень детьми и с молодыми мамами, это будет мастерская по вопросам перинатальной психологии и про сложность, ну, такую неоднозначность в планировании сейчас, там, детей одного-двух-трех в семье. Вот такой будет моя мастерская. Расспросим. Да, ну, теперь хотели бы спросить, Елена, у вас, какую мастерскую вы проведете? У меня две мастерские. Одна мастерская, о чем говорят наши платья или исследование отношений к собственной женственности. Может быть, сразу вопрос, о чем говорит Оксана платье? Да, но мы как раз будем обращаться к каждой женщине, что она сама думает и знает, обращаясь к самой себе, потому что женщина очень часто, там, жизнь сложная, многообразная и играет много ролей. Это вот она и хороший специалист, и мама, и дочка, и жена, но часто забывает о том, что она еще и женщина. Вот мы как раз будем обращаться к вот этому, к внутренней женщине, спрашивать о том, что она хочет. Потому что женщины бывают разные, кому-то идут рюшечки, кому-то идут костюмы, ну, и стиль в нашей жизни тоже разный. И бывает такое, что открываешь гардероб, а там одни костюмы. И тогда это тоже о чем-то говорит. Да, ни одного платья на выход. И тогда это тоже говорит о нашем отношении к жизни в целом. Мы будем про этот аспект. А вообще одежда, вот можно использовать одежду в своих каких-то личных интересах? Но я молчу про женские штучки. Я могу вам сказать, был случай в Москве, защищалась диссертация очень неоднозначная. И вот как раз по использованию одежды в своих интересах. И специалист, которая защищалась, она очень здорово продумала свой гардероб. То есть она одела голубой костюм. Голубой цвет, как известно, вообще располагает к доверию. Одела красное белье, что ее поддерживало, ее агрессивно устойчивую позицию. И, собственно говоря, сделала неяркий макияж, чтобы, так как она была очень симпатичная, в комиссии есть женщины, у которых всегда возникает культуренка. В общем, она очень хорошо использовала свой образ, и диссертация была защищена. В общем, вы заметили. Можно грамотно. А я теперь буду знать, как поддерживать агрессивно устойчивую позицию. А вот скажите, для того, чтобы все-таки подняться по карьерной лестнице, какую одежду стоит выбрать? Ну, например. Ну, да, есть про карьеру. И карьера тоже бывает разная. Бывает, допустим, карьера банковского служащего. Это один стиль. А карьера в образовании – это другой стиль. Это более мягче должен быть. Когда мы говорим про карьеру, допустим, художника, то здесь тоже – это уже третий стиль. Это должны быть яркие одежды, которые отражают индивидуальность. И тут нужно говорить про вот этот вот аспект моей карьеры, в чем он заключается. Потому что странно будет выглядеть художник в отделовом костюме, правда? Я услышал, кстати, про такую интересную технику снисхождения. То есть человек, с которым ты разговариваешь, от которого ты заедешь, должен до тебя снисходить. Правильно это или нет? Я ничего не слышала про технику снисхождения. Скорее, у нас есть, может быть, это неправильно как-то там интерпретированное слово. У нас есть такое представление вообще в гуманистических направлениях психологии. Собственно, психология является гуманистической наукой. Про лояльность. И лояльность не в смысле снисхождения, а лояльность в смысле заинтересованности понять мир другого. Вот. Вот, может быть, вот это имелось в виду скорее. А если мы все-таки перейдем к перинатальной психологии, вы скажите, какие могут быть основные проблемы психологического бесплодия? Собственно говоря, там достаточно широкий есть спектр проблем. Но вот основную фокусировку, когда я работаю с клиентами, я работаю с клиентами профильно, там совместно с врачами в Москве по работе с бесплодием, очень часто, ну, в основном запросы – это семь основных видов страхов, с которыми сейчас, там, молодые люди, как семейная пара, или, там, молодая женщина, как будущая, там, думающая о себе, как о матери, так еще, скажем, встречаются в нашей такой непростой совершенно жизни. И это страхи, связанные, там, и с тем, как спланировать свою жизнь, и карьеру хочется, и ребенка хочется, как эстетику тела свою соблюсти, потому что очень многие про это, ну, по крайней мере, в нашем мекополисе, думаю, да. И как, собственно говоря, все успеть, потому что средства массовой информации сейчас так интересно же позиционируют жизнь молодых людей. То есть папа, там, должен все успевать, вплоть до фитнеса, и, там, уровни жизни с двухкомнатной квартиры, мама, там, должна, красавица, умница. Да, и карьеры. Вот этого долженствования, их так много, они идут, там, из семьи, из СМИ, отовсюду, и они как будто бы создают такую вот несвободу очень сильную в этом вопросе, и, ну, большинство проблем с вообще возможностью забеременеть, когда нет никаких медицинских показаний, связанных исключительно вот с этой категорией, там, семь основных страхов, я буду про них рассказывать. А вот еще один такой вопрос на тему стилей гишальтерапии. Вообще, что такое гишальтерапия? Гишальтерапия. Гишальтерапия. Гишальтерапия – это такое направление терапии, которое скорее, вот если говорить простым человеческим языком, там, без всяких концепций, парадигм, то она скорее является направлением терапии, которое позволяет клиенту посмотреть, как на самом деле сейчас устроена его реальность, и, может быть, заметить, что он не замечает, задуматься о каких-то вещах, которых он хотел бы менять, и найти способы психологии. То есть взгляд со стороны только своеобразный. Ну, скорее, мы очень много предлагаем клиентам разного рода экспериментов, такие экспериментальные вещи про устройство его жизни или про там устройство вот этих проблемных отношений, там его, то, чего он там переживает или делает в этих отношениях, для чего? Для того, чтобы он мог увидеть перед собой полностью картинку, как это устроено. И только тогда появляется в некоторой степени идея для того, ну, что-то менять уже, и там дальше можно обсуждать специальности. А вы скажите, какой период времени нужен для того, чтобы что-то изменить в своей жизни? Хотите, я вам скажу, это очень непросто, да. Собственно говоря, я считаю, что психотерапия, как психотерапия, психологическая, полезная, начинается ее польза от года. Год. Хочется, конечно, побыстрее избавиться от всех страхов. Я вам хочу сказать, что это не среди психоанализа. То есть, в принципе, целый год надо напряженно работать над собой, только через год нужно увидеть результаты. Своему психотерапевту. Вот тогда действительно можно очень качественно, эффективно повысить жизнь. Ну, просто человек с этим жил очень долгое время, и приходит за одну сессию, за 50 минут, хочет изменить всю свою жизнь. Это правда нереально. То есть, если я 30 лет жила в том, что я все время боюсь, там, не знаю, там, критических оценок, как я могу за одну встречу измениться в этой вести? Нужно время. Нужно время, нужно наблюдение за собой, нужно изменение своих привычек. Это правда. Да, это трудно, это очень достойно. Еще там был тонкий момент. Нужно дать себе возможность, вообще, и право на изменения. Вот это самое сложное. И не требовать себя очень много. Обычно мы ставим, там, неделю на изменения, и не справляемся с этим. Надо время ответить. В этот понедельник я начинаю бегать. И так уже 30 лет. Это точно. Все постепенно. А для того, чтобы подытожить нашу беседу, расскажите, с какой целью эта конференция будет проводиться в нашей столице? Вы знаете, собственно говоря, это такая миссионерская наша какая-то идея была. Мы вообще очень сильно ратуем за две вещи. Первое, мы считаем, правда, что сейчас в современном обществе большое количество стрессов, сложностей, высокий ритм жизни. Вообще, очень полезно ходить к психологу. И это, с одной стороны, формирует некоторый такой вот потребительский спрос, что ли. Мы предлагаем продукт и показываем, правда, качественный продукт, услуг этого рода. С другой стороны, у нас есть еще такая очень, ну, такая глобальная цель. У нашего института очень много филиалов в России, в странах СНГ. И мы не в том смысле, что мы говорим, вот наше направление самое крутое. Нет, это не так. Я считаю, что вообще важно, чтобы специалист был очень качественно образован. И это самое важное. Вы же не пойдете делать операцию к хирургу, который только получил тепло. Конечно. Это интернатура врачей. Вот у нас то же самое до образования. Еще одна большая цель – это просвещение, психологическое просвещение и формирование психологической культуры населения. То есть, в общем, если подытожить, если человек хочет изменить свою жизнь к лучшему, то необходимо с 27 по 29 сентября приехать на конференцию под названием «Современная психологическая практика». Даже если он сомневается, хочет ли он, он все равно может прийти, чтобы понять, хочет или нет. Что ж, спасибо вам огромное за беседу. У нас сегодня в гостях психолог-консультант Елена Бычева, а также руководитель направления дополнительного профессионального образования МИГИП Татьяна Белкина. Мы вам желаем удачного дня. Спасибо, что вы приехали в нашу столицу. Елена, вам также огромное спасибо за беседу и за интервью. Редактор субтитров А.Семкин